всем доброго времени суток сегодня будет небольшой обзор у нас вот на подобной кисть случайно попались они мне на глаза в магазине читай город вам не помню уж точно такой вот небольшой наборчик имя я расписывал уже снайпера фото я прикреплю что могу сказать если взять мою таме который я расписал она превратилась вот вот в такой вот вещи вот то есть более и расписывать уже невозможно тоже синтетика кстати держался долго практически волосы из нее не лезли если не для росписи а там для техники скол делать еще что-то изумительная кисть и относительно недорогая в районе 300 рублей она стоит в этом наборе мне особо понравились вот эти вот две кисти единичка и нулевочка даже 20 что могу сказать pinux утверждает что это имитация кланка ну кланком я не пользовался поэтому мне не с чем сравнивать но могу сказать что краску держат они неизумительно то есть на кончике краска практически не высыхает в меру жесткие то есть не знаю как будет новичку но мне после томи и она мягкая после нее был немножко непривычно работать кончик не разваливается то есть вот таким образом все выглядит очень хорошая кисть единственное вот не пробовал широкую пока ну как бы нет таких площадей сейчас диораме я не занимаюсь а какими занимаюсь там красить не практически ничего не надо двумя нолями изумительно прорисовывать глаза тоже в меру жесткая то есть работать одно удовольствие понятно что многие скажут что натуральный кисть гораздо лучше ну не знаю я натуральными кистями редко пользовался если пользовался у меня есть вот такие вот кисти такие вот кисти они израиловских наборов были но это уже натуральная кисть единственное она уже убитая но вот израиловских наборов тати кисти они очень даже ничего здесь был острый кончик круглая кисть здесь была плоская кисть не знаю сколько они проживут но пока расписал несколько миниатюр ими не заметил того что вор слезет или кончик становится не острым то есть очень даже хорошо они форму держит и все промывают акрит акрила зиповской жидкостью вот такой фиксатором пигмент отмывает отлично то есть вот акрил отстаёт от кисти моментально даже если бывает попадает краска в комуль то даже оттуда вот из кому ли он вымывает изумительно ну и небольшой анонс пока я жду точнее набираясь теоретического опыта в плане работы с полимерной глины запекаемый потому что решил заняться лепкой связи с тем что для многих диорам у меня нет фигур то есть я облазил весь интернет я не могу найти фигур решил заняться лепкой и и пока я набираюсь теоретического опыта то есть читаю смотрю мастер-классы решил сделать небольшую виньет очку то есть это будет горная поверхность взял от звезды стрелка и буду скорее всего вот на канале расписывать его не знаю правда что из этого выйдет но буду заниматься росписью покажу какие краски использую потому что вот снайпер я расписывал и как-то вот потихонечку полигонечку думал что пользуюсь двумя-тремя цветами оказывается вот вот это все что скопилось у меня рядом с рукой то есть вот эта вся краска вот эта вся вся она использовалась я не замечая этого правда так что буду по цветам может быть что-то скажу я не профессионал в росписи сразу могу вас огорчить но раз люди просят буду работать по цветам уже конкретно еще раз вот эти кисти да но именно из серии хай-тек-лайн то есть их там много разных вот хай-тек-лайн она именно вот такая она сделана с имитацией кланка если кому-то вдруг нужно какие-то кисти или кому-то будет интересно каким кистями я работаю сейчас я работаю именно вот таким кистями pinx это не реклама это я не сотрудничаю как бы ни с какими магазинами чисто все вот на личном опыте если кому-то было полезно подписывайтесь на новое видео скоро будет роспись горного стрелка ну даже не горный стрелк наверно горы это больше егерь и это не дельвейс так что ожидайте новые видео всем пока